Велогонщики проехали более 180 километров. На трех промежуточных финишах определились лидеры. На отметке 15 километров до финиша вперед вырвались 7 участников с отрывом в 2,5 минуты. Два представителя команды «Росвело» пришли первыми. Победитель этапа Сергей Логутин. Велосипедным спортом занимается 11 лет. Главная цель спортсмена – войти в состав сборной команды России и поехать на Олимпийские игры. Самое трудное было с самого начала, когда все гонщики были достаточно свежие, все рвались вперед, были участки с разбитой дорогой, боковой ветер, но это было, наверное, самое сложное – оказаться впереди в нужный момент. Там, наоборот, уже адреналин, азарт, ты уже включаешься подовсю и усталости не чувствуешь. Последние 5 километров мы просто летели уже, ощущая вкус победы, насколько это важно для нашей команды. Борьба за награды разыгралась нешуточная. Виталий Буц из Украины – победитель велогонки в 2013 году. На этом этапе третий, хотя на первом промежуточном финише в Крымске был в лидерах. Виталий Буц получил специальный приз. Я приехал сюда побеждать, если честно. Но сегодня тяжелый был день, и команда «Росвело» сложно работала, и у них все получилось. Огромное спасибо и ребятам моим, которые тоже меня поддерживали. Ну, оказался я один в итоге. Ну, ничего, гонка – это раз на раз не приходится, завтра будет еще один. После официальной церемонии прошло еще одно награждение. Самый активный гонщик получил фиолетовую майку. Майка зеленого цвета – отличие горного короля у спортсмена, показавшего лучший результат в горной местности. А желтая – у лидера в общем командном зачете. Все победы участников – дополнительные очки в копилке команды. Нам очень нужны очки. Международные гонки на территории Российской Федерации, кроме спортивных задач, имеют еще и тактические, потому что здесь, в рамках международных гонок, наши спортсмены зарабатывают необходимые для отбора на чемпионат мира очки. В составе команд победители и призеры чемпионатов мира, обладатели Кубков мира. Шоссейные гонки велосипедисты считают королевской дистанцией велогонок. Она объединяет спортсменов, которые занимаются трековыми, горными гонками, маунтинбайком. Мы привыкли уже здесь к очень профессиональному, я бы так сказал, приему. И поэтому, может быть и поэтому, скорее всего, поэтому организаторы доверили Анапе большую часть, добрую половину, даже большую часть всей многодневной гонки. Три из пяти этапов велогонки пройдут в Анапе. В течение шести дней 138 велогонщиков из 23 команд разыграют призовой фонд 28 245 евро. По дорогам Анапы проедут велосипедисты из России, Норвегии, Латвии, Украины, Казахстана, Австрии, Белоруссии и Словакии.